всех приветствую на канале у михалыча и сегодня у нас тема генераторы расскажем вам как правильно подбирать на что обращать внимание какие фишечки в генераторах и самое главное не переключать это видео досмотрите до конца ведь там мы покажем как запускать его без бензина да да и так первым фундаментальным и основным аспектом при выборе генератора является конечно же мощность как самого генератора так и подключаемых предметов в него вам для начала нужно рассчитать какую мощность будет подобрать ваши приборы исходя из этой мощности подобрать генератор обязательно с дополнительным процентом примерно 25 а можно 20 но это уже на ваш страх риск но лучше конечно 25 и более и не забываем про пусковые токи про которые кстати мы рассказывали в выпуске про стабилизаторы ссылку мы также ставим в описании давайте все-таки напомним освежим память что такое пусковые токи или же реактивные такие токи которые на момент включения превышают саму мощность прибора в несколько раз они бывают разное количество например это холодильник циркулярка чайника допустим нет то есть пусковые токи они есть у тех у кого есть двига что правильно тель вот так вот давайте перейдем к фишкам начнем пожалуй с а в р и а т с часто эти функции путают между собой потому как они по-разному расшифровывается начнем с в р а в р по сути то вот такая вот штука которая встраивается уже сам генератор некий стабилизатор напряжения выходного то есть он будет стараться выпрямить ваш выходящий ток с розеточки чтобы он был всегда 220 вольт это соответственно стоит дополнительных денег и как правило с такой функции генераторы дороже и есть еще а т с это как чаще как правило всего приобретается отдельный то есть до функционал такая небольшая коробочка но бывает генераторы и со встроенный а т с что она вообще он дает он будет автоматически включать вам генератор при отключении электроэнергии в доме то есть он по сути сделать все за вас вам только нужно держать топлива на готове и соответственно заправленный маслом генератор такую функцию обязательно обязательно должен подключать специалист они самостоятельно дабы избежать непоняток поломок чтобы не слетел вас гарантии ничего очень удобный функционал так как когда вас нет дома он может включиться там затронуть и жизненно важные там холодильники морозилки и так далее а также допустим когда у вас дома остались дети одни либо же жена одна и не нужно будет заморачиваться пойти вот это вот дергать все это он запустит у вас все самостоятельно а также потом самостоятельно отключат вполне очень удобно современная функция она ставится в многих домах далее обращаем внимание на розетки она может быть одна их может быть две одна простая усиленная может быть две простых и одна усиленная то есть компоновка бывает разная то есть сюда мы включаем обычные вилочки здесь мы подключаем усиленную когда у нас больше трех с половиной киловатт мы можем подключить в усиленную розетку и у вас ничего не сгорит не здесь не там то есть ничего не расплавится и все будет в номер работать обычно не бывает на 32 ампера в данном случае 16 как и обычная дальше из удобств и фишек идет у нас счетчик моточасов что он нам дает во первых это моточасы то есть сколько отработал генератор именно в реальном времени очень удобно ориентироваться по замене масла потому как ухаживать за генератором нужно если будете правильно не ухаживать он будет вам правильно работать отдаваться вам полностью и так далее также на нем есть чистота и напряжение то есть кнопочка меняется показатели которые можете поставить в любой момент подойти но для этого нужно его запустить он показывает во сколько часов он отработал или сколько же напряжения он выдает но и не зря вот этот ребятенок стоит здесь не только для того чтобы показать количество разъемок и моточасы а также как про генератор которые существует такие как он у него есть пусковой ток до 7 киловатт то есть что это такое он кратковременно скачки электроэнергии пропускает через себя то есть сам самым 3 с половиной киловатта а по мощности пусковых токов он до 7 киловатт а это означает то что он без проблем потянет такую простую бытовую сварку все мы понимаем что сварка при моменте розжиге другие превышает 6 киловатт мощности и обычные генераторы 3 киловаттные вырубаются то есть уходят в защиту а вот этот парень не сможет вырубиться он продолжит пропустить их через себя и потом уже будет работать на эти три с половиной киловатта такие функционалы есть очень полезные особенно если мы говорим про ту же сварку в отдаленных местах и это очень удобно взять такой собой небольшой генератор и соответственно работать уже на нем в поле и так давайте перейдем к магии сделаем несколько манипуляций с приборной панелью что нам нужно обязательно сделать выключатель тумблер точнее защиты розеток должен быть выключен это сто процентов мы делаем три раза вкл выкл кнопки топлива должно быть обратно и перекрыто и заслонка закрыта и нужно просто дернуть за ручку ставим вы серьезно вы думаете что он запустится без бензина мои маленькие любители халявного электричества конечно же нет он же бензиновый ну а вообще в принципе есть генераторы которые небольшой такой большой компоновки которые работают как большие пауэрбанки начиная от 500 ватт заканчивая пока что трех с половиной может быть и больше вот так вставим фотки вот сюда вот как они выглядят посмотрите очень удобные компактные можно брать с собой на даче либо же поездку на природу они вам помогут скипятить там тоже чайничек зарядить телефоны и так далее вот такая вот история ну что вот такое небольшое пособие по выбору генератора вы получили ну а с вами был канал михалыч подписывайтесь ставьте лайки не забывайте про нашу группу вконтакте и телеграм-канал все ссылки мы оставим в описании всем пока